Константин Саверинов, ведущий российский микробиолог, учёный с мировым именем, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологии, профессор Атгарского университета в Юджерсе США, член Американской академии микробиологии, заведует лабораториями в России и Америке, преподает в научном центре Сколково и МГУ, автор более 250 научных публикаций в престижных международных изданиях. К свидетелям Олегу. Про вас генетиков шутят, что вы всё-таки нашли тот ген, который отвечает за ваше желание открывать новые гены. Ну, так себе шутка, правда? А как вот генетики шутят про всех остальных людей? Генетики про людей? На самом деле генетики про людей не очень много думают. Генетики, они скрещиваниями интересуются. Ну, сексом, да ведь? Что вы говорите? И с людьми невозможно это делать по своему желанию. Поэтому генетики любят мух, потому что ты можешь взять любую муху, какую хочешь девочку, и скрестить её с каким хочешь мальчиком. Очень удобно. И посмотреть, какие получились детки. И посмотреть, как гены наследуются. Ну да, с людьми-то ведь. А с людьми такое не сделалось. Это правда. У нас есть такая фраза ещё из университета. Как вы готовите лабораторное животное к опыту? Полученную кашицу переносите в центрифужный стакан. Или пробирку. Скажите, а если бы вы не стали молекулярным биологом, кем бы вы могли стать? Был запасной вариант? Нет, я, в общем-то, более-менее с детства хотел. С детства прямо? Ну, сначала, когда ты маленький, конечно, тебе интересно всё разнообразие, вот весь этот зоопарк. А потом, ну, растёшь, умнеешь и понимаешь, что эволюция вся работает на уровне молекул ДНК. Поэтому, если хочешь понять жизнь, нужно всё равно заниматься молекулами. А всё-таки, может, вы в биологи пошли за Нобелевской премией? Не, ну, таким дураком я даже в детстве не был. Ну, всё-таки. Не думали об этом никогда? Ну, смотрите, есть масса более лёгких способов заработать миллион долларов. Ну-ка. Или меньше. Когда ты его делишь на двоих или на краях. Ну, ладно. Ну, правда. Так легко? Нет, смотрите, наукой можно заниматься только из любви. Так. Ну, если тебе... Ну, это настолько дурацкое занятие. Вот если придёшь в лабораторию, посмотришь, что делают учёные. Ну-ка, ну-ка. Ну, кроме того, что они пьют чай и разговаривают. Ну-ка, расскажите, что ещё? Вот мы, молекулярные биологи, мы переливаем с помощью автоматических пипеток очень маленькие объёмы жидкостей из одного маленького сосуда в другой. То есть вы берёте одну воду, погружаете в другую воду, а что из этого извлекаете? А из этого мы извлекаем смыслы. То есть... То есть раствор ДНК, вот-вот гены. Вы можете это изучить, понять их свойства. Но для стороннего наблюдателя это просто... Вот сидят какие-то люди в белых халатах или без и смотрят внимательно на маленькую пробирочку. И это всё, чем учёные занимаются, да? Нет, но у нас всё-таки учёные ещё головой работают, слава тебе господи. У нас очень могут быть сложные многодневные эксперименты, которые вы концептуализируете, они у вас в голове возникают. Вы задаёте природе вопрос... И ждёте ответа, так? А потом выясняется, что вы правы или нет. Обычно вы не правы, но это как у Маяковского, знаете, поэзия, как добыча радиа. Обычно всё ерунда, но иногда получается что-нибудь хорошее. И тогда тебя вставляет, дай бог... Вставляет... Вставляет что вы имели в виду? То есть вы имеете в виду, что вы сильно радуетесь? Конечно, да. Это вы получаете большой заряд положительных эмоций. Адреналин, да? Адреналин и чувство Айда Пушкина, Айда Сукин сын. Тем более, что ты это делаешь первым. Ваши исследования не происходят на уровне того, какую форму сделать для айфона, чтобы она удобнее в задний карман входила. А если вы изучаете действительно какие-то важные вопросы, то вы получаете ответ, на вопрос, на который ответа до этого не было. Вы точно первый. То есть вам нужны просто ответы на вопросы, которые вы задали природе? А какие будут практические последствия из этого вас не интересуют? Ну, смотрите, значит, есть безусловный факт, что наша с вами жизнь, жизнь обычного человека, чтобы это не значило, стала гораздо лучше, потому что в 20 веке стала развиваться биомедицина, ну и в конце 19-го, привел к тому, что мы все живем отвратительно долго на Земле. Ну, вы просто мизантроп. И заполонили с собой всю Землю. Но для каждого конкретного человека, для каждого конкретного родителя факт, что не нужно иметь 12 детей, чтобы выжил, дай бог, один, а достаточно иметь двоих, и ты видишь все радости и печали взросления этого человека, и он умирает не раньше тебя, а после тебя. В общем, это, конечно, связано с развитием биологии, как науки. То есть, хоть ученые, по-вашему, выходят романтиками и мечтателем, но в голове своей они все-таки держат какую-то пользу или нет? Мы никакие не романтики, не мечтатели. Есть эта замечательная книжка Джима Вотсона. Он описывает, как именно вот эти два молодых человека, Вотсон и Крик, открыли вот это великое действительно прозрение научное, да, модель, трехмерная модель структуры ДНК, которая объяснила, как жизнь вообще работает. Вот выясняется, что один из них был безработный, физик после войны, когда ему нечему было применить свои умения, и была жена, которая его пилила. Ну, там, дом нужно купить, там, эта самая ипотека, еще что-то такое. А денег было мало. Да. А другой был очень молодой орнитолог, который действительно был страшно озабочен своей карьерой. Он хотел стать великим. И вот эта такая странная парочка вот чего-то достигла, да. Но они занимались этим, в частности, потому что знали, что где-то на другом конце земли есть другие люди, которые это же делают. У нас драйв возникает, кроме от какого-то действительно такого насущного желания ответить на то, что тебя жжет, еще это ощущение, что где-то есть другие такие же вот ботаники, которые делают, в общем-то, то же самое. У нас здесь все по-взрослому, то есть мы, на самом деле, конкурируем друг с другом очень сильно. И всегда будет только один первый. А это важно, быть первым, да? А в науке нельзя быть вторым. У нас нет первого, второго и третьего места. У нас есть первое место. И все. Какой смысл открывать что-то, если кто-то уже это открыл? А вот как называется то открытие, в котором вам удалось стать первым, а? Ну, смотрите, я могу назвать какой-то набор заклинаний. На ученом птичьем языке. Ну, готовьтесь, да. Значит, я внес, или исследования, которые проводили мои коллеги и я, внесли существенный вклад в структурно-функциональный анализ ДНК-зависимой РНК-полимеразы, которая является основным ферментом, ответственным за первую стадию экспрессии генов, которая называется транскрипция ДНК. Это сильно. Но звучит очень впечатляюще и красиво, надо сказать. Знаете, Ньютон как-то говорил в конце своей жизни, что он уже, будучи, безусловно, величайшим ученым, наверное, всех времен, в конце жизни представлял себя маленьким ребенком, играющим на берегу моря и поднимающим красивые камушки. Ага. А вы не представляете себя пчелой в таком большом урье? Нет? Нет. Нет, потому что пчелы, они же все тупые. Пчелы из одного роя – это одно и то же. Они генетически все сестры друг к другу. Это пчелы не индивидуальные, и они все делают в интересах роя. Это просто генетические программы, сделанные для того, чтобы рой существовал. Рой важен, а пчела индивидуальная нет. А мы? А мы как эти индивидуальные предприниматели. Знаете, еврейское счастье. У вас есть лавочка, и вы там сидите. И каждый может выиграть. Если вас интересует Нобелевская премия, что на самом деле, десятое дело, каждый имеет право. Потому что мы изучаем неизведанное. Это очень здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а человек тогда, вот с точки зрения генетики, это просто программа, с навсегда записанной неизменной информацией? Это так или нет? Нет. Ну, вот была блокада Ленинграда, да, ведь ужасное совершенно событие. И куча людей умерла. Но многие блокадники, и даже те, которые живут еще сейчас, живут очень долго. Это действительно так. Возникает вопрос, почему это так? Более того, значит, как выясняется, есть некое понятие эпигенетики. Если есть генетика, есть надгенетика. Генетика – это то, что у вас в ДНК записано, а эпигенетика – это то, как ваши гены работают. Так. Так вот, оказывается, то, как ваши гены работают, оно до некоторой степени наследуемо и передается в поколение. Стоп, стоп. То есть вы считаете, что блокадники, вот на них эти четыре чудовищных года подействовали так, что заставили их гены работать по-другому? Ну, как? То, что нас не ломает, делает нас сильнее. Да, у них гены, по-видимому, работают по-другому, но самое удивительное, поразительное или прекрасное, что гены и у их детей, по-видимому, работают не так. А, возможно, даже у их внуков. Буквально, я не знаю, неделю назад была статья в очень модном журнале Science, где выяснилось, что на червяках, ну, мы не совсем червяки, но там на 14 поколений передается информация источником которой является, например, диета, а не гены. То есть вы говорите, что среда или обстоятельства воздействуют не просто на человека, а на его генную структуру? И могут закрепиться? Это может закрепиться, оно потом может исчезнуть тоже, но оно может быть закреплено, да. То есть получается, что каждый раз надо проходить вот такие чудовищные испытания, чтобы это закрепилось, да? Это вообще очень полезно. Ну, опять же, звучит это, конечно, кошмарно, лучше я не буду говорить, но если, например, вы хотите озаботиться проблемой долгожительства своего собственного или своих детей и близких, то лучшее, что вы можете сделать, это заставить их голодать с молодого и голодать сильно. Вот так вот. Лучший способ продлить жизнь – это в детстве очень сильно недоедать. А почему? Почему именно в детстве, да? В детстве. Тогда привычка начинается, что ли? Нет, это не вопрос привычки, это вопрос, скажем так, всего метаболизма и прочее. Почему? Потому что, когда мы поглощаем пищу, мы же в сущности такой двигатель внутреннего сгорания. Вот. Ну, понятно. Пищу поглощаем, сжигаем ее внутри себя, мы для этого дышим. Кислород нам нужен для того, чтобы сжигать пищу. Проблема в том, что когда мы окисляем что-то, пищу внутри себя, мы еще и окисляем свои собственные белки, свою собственную ДНК и т.д. и т.п. И чем больше вы едите и окисляете, тем, вообще говоря, с течением времени больше накапливается повреждение в вас. И клетки превращаются в рак, так? Превращаются во что-нибудь нехорошее. Можно буквально на 30% продлить продолжительность жизни просто голоданием. Ну да, да, да. Все так и советуют. Это очень трудно. Скажите, а медицинская судьба каждого человека, она предопределена на генетическом уровне? Ну, тоже нет, конечно. Есть какой-то совершенно классический случай. Была какая-то деревня в Польше или в Белоруссии, где была очень высокая частота рака. Так. А потом в итоге выяснилось, что там хозяйки имели тенденцию не скоблить сковородки, а на одном и том же масле жарить много-много раз. Когда масло перегорает, там образуются канцерогены, при длительном употреблении этого дела у вас возникает, повышается вероятность рака. Ну, это да. Была ли у этих людей другая генетика? Нет, конечно, нет. То есть окружающая среда влияет на нас курициальным образом. Отсюда же все вот, ну, пожалуйста, вот там дизельные выхлопы в городах приводят к тому, что у кучи людей проблемы с легкими, аллергии и так далее. Это же не генетика. Ну, хорошо, я понял. Мы не программы. А тогда что мы такое? Мы результат комплексного взаимодействия наших генов, того, что у нас, ну, рецепты, которые внутри записаны, окружающие среды. Вот человек появился, он родился, вы сделали какие-то анализы с ним, определили по его генной структуре его болезни, его возможности, и когда будет его конец. Так или нет? Нет. Как он будет жить через 90 лет, через 75, через 50, без всяких случайностей. Нет, проще задачка. Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется вам рассказать, чем отличаются люди друг от друга на генетическом уровне. Давайте. Хотите? Да. Ну, пожалуйста. Значит, мы все, представьте себе, что мы книжка. А почему? Ну, ДНК – это книжка, там написано, что вы – это вы, я – это я, это мы, всякие такие слова. Значит, откуда мы получили эту книжку? Половину от папы, половину от мамы. Папина книжка длиной 3 миллиарда букв, мамина книжка длиной 3 миллиарда букв. Понятно, всего 6 миллиардов букв, где записано, что я – это я. Да? Вопрос – это будет мой геном. Ага. Вы знаете, геном человека, геном человека. Что это такое? Но очевидно совершенно, что на уровне генов я отличаюсь от своего соседа, а он отличается от своего. Вопрос в том, какой процент отличий между ним и мной? Какой? Оказывается, что если взять книжку другого человека, то там будут встречаться опечатки с частотой 0,1%. То есть одна буква на тысячу будет отлично. Это много или мало? Я не понимаю. Ну, представьте себе, «Война и мир», где у вас будет одна опечатка на тысячу. Очевидно, что это будет все одно и то же. Смысл полностью весь сохранится, поэтому мы все люди. Но эти опечатки разбросаны случайным образом по всему геному. И это создает гигантскую генетическое разнообразие. В этом смысле мы все некие варианты на тему. Но генома человека идеального не существует. Нет человека лучшего, чем другой. Потому что эти изменения, эти опечатки в генах, некоторые из них не влияют ни на что, некоторые из них влияют на какие-то свойства, на большинство из этих, ну, например, болезней. Вот царевич Алексей имел одну неудачную опечатку, в результате у него была серповидно-клеточная анемия. Там все понятно. В одном гене одно положение ДНК было изменено не на то, что надо. Но таких простых генетических заболеваний очень-очень мало. То есть эту болезнь можно лечить? Его можно было спасти от гемофилии, так? Нет, вот его от гемофилии нельзя было спасти. А если отредактировать гены? Ну, это вот сейчас, мы сейчас можем это делать. Представьте себе задачу. Вот если мы примем, что у нас всего есть 6 миллиардов буковок, и эта книжка, например, под названием «Царевич Алексей», и если мама подкачала, и одна буковка неправильная. Вот как вам задачка? Это не найти иголку в стоге сена. Это изменить одну букву из 6 миллиардов, чтобы нормально... То есть, которая ответственна именно за это, да? Да, да, да. Это чудовищная задача. А вы еще этого не умеете? Ну, сейчас мы можем это делать, но на людях мы этого не делаем. А почему? Вы же знаете, на каком месте находится то, что отвечает за гемофилию. За гемофилию, да. А, например, за шизофрению или с желанием пить запоем, не знаем. Потому что есть сложная комбинация букв, которая отвечает за шизофрению или за аутизм. А вот кроме гемофилии или муковисцидоза, какие еще болезни вы уже сейчас можете вылечить? Есть много болезней крови, но тылосемия есть такая болезнь крови тоже, а ее можно будет лечить. Там известен ген, который за это ответственный. А вот рак, например, это не так. Нету гена рака. Нету точки, которые нужно изменить. А есть сложный процесс, когда клетка, выйдя из-под контроля, клетка вашего организма или в ходе жизни, набирает не одну, а много изменений. И эти изменения вкупе, вместе приводят к перерождению клеток. А как это все начинается? Рак – это не болезнь одна и даже не одно явление. Есть масса способов с помощью... Рак – это способ ваших клеток жить. Ничего себе. Потому что когда вы уже выросли, вы весь такой хороший и большой, то, в общем, каждая клетка, как и в государстве таком тоталитарном, сидит и выполняет свою какую-то функцию. А может, она не хочет. И вдруг эта клетка решает жить сама. Рак – это бессмертность клетки и злокачественность, ее стремление распространиться по всему организму. Но дать не достаться. То есть клетка отделяется от человека и начинает сама выживать без него? Или за счет него? За счет него. За счет него. Но опухоль так образуется. А вы можете предсказать, где у человека может образоваться рак? Все, что мы можем сделать, мы можем сказать, что наличие каких-то определенных вот этих опечаток в ДНК повышает вероятность возникновения ракового заболевания. Это вопрос вероятности. И как с точки зрения диагностического... Ну, как с точки зрения врача работать с этим, совершенно непонятно. Например, можно показать, что у людей с определенным набором опечаток частота возникновения рака простаты к такому-то возрасту повышается, например, в 10 раз. Что это значит для меня? И какому врачу мне по этому бежать, и что мне попросить вырезать, совершенно непонятно. И что делать? Тем более, что сам врач тоже не будет знать, что мне делать. Скорее всего, он меня пошлет домой и скажет... А когда начнется, приходи. Ну, например, да. Генетические болезни, они ведь запрограммированы. Папа-мама ведь участвуют в том, что ребенок будет болеть генетической болезнью. Их повреждения соединяются так, что он получит это в наследство. Папа и мама полностью определяют генетику ребенка в том смысле, что ребенок – это есть комбинация генов папы и мамы. Больше там у ребенка ничего нет. Трисомии, болезни Дауна и так далее, они, конечно же, возникают у ребенка за счет того генетического материала, который передался от матери или отца. Ну, в частности, например, у... А исправить это нельзя на стадии эмбриона еще? Мы говорим, опять же, про относительно новые вещи. Вот вопросы исправления чего-то на стадии эмбриона... Ну, отредактировать. Нормальные способы размножаться, очень даже приятные, да, которыми мы все время занимались до сих пор. И подавляющее большинство неудачных комбинаций генов папы и мамы на свет божий не производятся, потому что они во время внутриутробного развития терминируются естественным путем. Для ребенка прохождение вот этого периода беременности гораздо тяжелее, чем для матери. Почему? Потому что, фактически, опять же, он должен выиграть лотерею. Он получил опечатки от папы и от мамы, и эти опечатки должны быть не настолько ужасными, чтобы от одной маленькой клеточки развиться вполне нормального ребеночка. Представляете, какая сложная задача? То есть есть кто-то, кто проверяет его? Проверяет. Ты можешь жить, ты будешь жить, да? Да, все из нас... А кто это такой, кто проверяет? Все из нас, кто родились, мы уже победили. А может быть, есть тот, кто это придумал, что вы пытаетесь разгадать, а? А это никто не придумал. Он просто сам... Значит, смотрите, спор с эволюционистом почти такое же проигрышное дело, как спор с священником. Все это придумала эволюция, потому что смысл жизни в том, чтобы жить. И то, что не получилось, то, что, как вы говорите, кто это придумал, то, что придумало неправильно, оно не оставило потомства. И все? Тот, кто не приспособился, тот, кто не передал свои гены, свои опечатки, кому-то своему потомству, того больше нет в игре. Все, привет. А может, это Бог? Или вы атеист? Или вообще об этом не думали? Ну, я не думаю про это, как бы. Почему? Не допускаете присутствия кого-то внутри? Кого? Ну, тот, кто вот все это и придумал когда-то. Вот откуда возникала идея Бога у рациональных исследователей 19 века или 18 века? Откуда? Они смотрели на мир вокруг и видели гармонию, с одной стороны, а с другой стороны, рациональность, правильное устройство. И жирафы такие хорошие, и кошечки, и люди, мы все устроены идеально. А раз идеально, то значит, нас Господь Бог создал, ну, кто-то, ну, как инженер. Но выясняется, что если вы посмотрите на то, как на самом деле жизнь устроена, она устроена безумно. Почему? Почему? Потому что она развивалась без цели. Она развивалась только для того, чтобы жить. Субтитры подогнал «Симон» Клоны. Нас, как зрители массового канала, очень интересуют клоны. Нас интересует, когда, наконец, случится создание генетической копии человека. Клона человека. Ну, смотрите, с технической точки зрения никакой проблемы клонировать человека нет. То есть? Ну, вот овечку Долли, наше все, клонировали 15 лет назад. Вот буквально там. Она померла благополучно. Ну, и те, кого не клонировали, тоже померли. В этом смысле результат один и тот же предсказуемый. Не в этом проблема. Вот. И с тех пор клонировали массу всяких существ. Домашних животных, сельскохозяйственных животных. И человек ничуть не отличается от любого другого млекопитающего. Никакой технической проблемы клонировать человека нет. То есть, разве сложнее человека есть что-то, царь природы? Неужели он так прост, что его можно легко из клеточки воспроизвести? Все существа, окружающие нас и живущие вместе с нами, такие же венцы творения, как и мы сами. Потому что мы все произошли из одной клетки, которая существовала 3,5 миллиарда лет назад. И с тех пор делилась, ее потомки менялись, и возникли люди, кошечки, собачки и прочее. Но живущая сейчас собачка или пингвин имеет право утверждать, что она венец творения, потому что она жива, ничуть не меньше, чем мы с вами. Так, так все-таки нас можно клонировать или нет? Поэтому мы ничуть не... Мы просто обычные млекопитающие. Но? И клонировать нас очень просто. Другой вопрос, зачем? Второй человек, будучи клоном меня самого, личностно не будет на меня походить никоим образом. Почему? Ну... Он же из вас сделан. Ну и что? Каждый из нас является результатом взаимодействия нашей генетической программы, заложенной в нас, и общества. И генетическая копия меня не будет мной. Ну, это, собственно, понятно, ведь однояйцевые близнецы – это клоны. Да? Интересно. Они уже существуют, но я уверен, что если вы спросите двух однояйцевых близнецов, являются ли они личностно копией друг друга, это будет не так. Они действительно разные. Теперь представьте, что они будут жить в разных эпохах. Ну, возьмем какого-нибудь лидера и решим его склонировать для того, чтобы обеспечить... Лидером следующую эпоху. Да, чтобы связь времен не распалась. Произведем некоторые манипуляции, которые совершенно понятны. И суррогатная мать вынесет ребенка, который генетически будет идентичен или очень близок к самому лидеру. Затем этот человек будет развиваться, и когда ему будет 20 лет, а на самом деле и 6, и раньше, у него будут совершенно свои взгляды на все окружающее. Но я же могу его учить так же, как себя. Я же делаю копию для себя, да? Чтобы вот я, пример, умер, а на самом деле, на самом деле я остался. А вот именно поэтому, именно поэтому есть проблемы с клонированием людей. Не инструментальные проблемы, не технические, не научные, а этические. Потому что, когда вы решаете кого-то клонировать, вы, тем не менее, создаете личность. А у личности могут быть свои взгляды на вещи. И, может быть, он или она не хотят, чтобы ему пришлось делать то, что хотите вы. Это будет другой человек. Хорошо, я понял. А если я клоны сделаю для того, чтобы в нужный момент получить печенку, лизенку или там почку? Еще хуже, еще хуже. В этом случае возникают существенные этические проблемы о свободе выбора, о личности, о решениях, которые могут приниматься за других людей. В частности, например, популярная тема детишек по дизайну, да, когда родители решают, что они хотят подкрутить в своем ребенке. Технически это неосуществимо. На какой-то стадии это могло бы быть осуществимо. А что вы имеете в виду под дизайном? Что именно? Ну, можно, есть простые случаи. Я хочу иметь сына, а не дочь. Или наоборот. Ну, допустим, родители решили, что они хотят иметь ребенка или очень быстроногого, или очень хорошо думающего, или еще какие-нибудь есть свои соображения. Ну, и что? И что они делают? Ну, действительно, могут быть гены или группы генов, которые отвечают, ну, например, в частности, за скорость бега. А что, такие возможности уже существуют? Ну, они будут. Они сейчас разрабатываются. Нет никаких причин, чтобы не считать, что через, там, 10 лет такие возможности не появятся, и найдутся сумасшедшие, которые захотят это сделать. И что они должны делать? Попросить какого-то ученого, скажем так, взять генетический такой микроскоп и подкрутить там что-нибудь, да? Вот это изменить, это изменить, это изменить. Мы еще не там, но скоро мы там можем быть. И что вы думаете, что этого не будет? Нет, я почти... Что не будут просить? Что не будут подвинчивать? Нет, дураков много нет, конечно, не будет. Как дураков? Ну, все хотят иметь не только здорового, талантливого, а самое главное, кормильца семьи, потому что этот ребенок потом будет приносить деньги в семейный бюджет. Есть же родители, которые хотят, чтобы дети шли по их профессиональному пути, да? Есть родители, которые хотят там, чтобы еще чего-нибудь, неважно, какие-то, возможно, им что-то не додали в детстве, и они хотят на детях своих отыграться. Проблема в том, что дети про это, скажем так, не спрашивают. И вот этическая проблема о том, насколько можно пытаться родителям, ученым, кому угодно, медикам, вмешиваться в такого рода дела, она, ну, эта проблема не решена. Это вопрос. Так. Вот вас, допустим, кто-то сделал теннисиста. Допустим. А он не хочет играть в теннисиста, да? Будь теннисистом. Он хочет играть на скрипке вместо этого. Кому он должен пойти? Наверное, к своим родителям, папе, набить морду, врачу там еще чего-нибудь сотворить, да? Ну, что же он... То есть поправить уже ничего нельзя? Нет, уже все. Вмешательство один раз делается, да? Да, да. А если опечатки в генах у родителей, это генетический брак, то, может быть, издать такую книгу, из которой убраны все опечатки? Нет такого. И получится в результате идеальный человек. Идеального человека нету, да? Это вот у Аристотеля была эта идея об идеале. Идеала нету в принципе. Мы все... Такое, скорее, облако, да? Вот этот генетический шум, он важен, потому что именно на... Именно потому, что мы разные, мы можем существовать. Природа перебирает варианты. Почему? Потому что природа занимается тем, что она играет в кости. Эти опечатки выбрасываются случайным образом, и в результате этого возникают разные люди. И слава богу, что они разные, потому что если потом грянет гром, будет какая-нибудь инфлюенция, грипп или еще что-нибудь такое... То не на всех это подействует, да? Они оказываются более приспособленными и выживут, чем другие. Поэтому разнообразие – это то, что позволяет нам выживать. Скажите, ну вот органы, с практической точки зрения, мы можем выращивать уже при нашей жизни? Мы, может, дождемся, что я могу себе вырастить не человека, а почку, селезенку или какой-нибудь другой орган? Почки сами по себе не растут. Жизнь устроена таким образом, что вырастают почки только на людях. Орган имеет трехмерную структуру, в нем внутри очень сложное какое-то устройство, да, и это не... А в чем это тогда только можно вырасти? В нас. Только внутри себя? Ну, пока что в нас. Ну, появляются сейчас всякие... Вот есть, например, сейчас популярная идея, что можно использовать технологии трехмерного принтирования для создания органов. Хорошо, понял. Ладно. Ну, тогда совсем другой вопрос. А можно ли говорить о том, что существует генотип нации? О, да. Генотип русского человека. Это мечта, мечта, кремлевская мечта. Ну, почему кремлевская? Ну, давайте не про русского. Давайте вот про японца поговорим. У японца найдем. Японца можно. Почему? Ну, вы видели их? Помните, как в фильме «Мимино», когда там два японца говорят, глядя на Кикабидзе и Микротычана, что, говорит, все русские на одно лицо? Так вот, смотрите. Есть группы людей, компактно живущие, происходящие, по-видимому, из очень маленькой популяции основателей. Вот японцы относятся к этому. Поэтому они более похожи друг на друга, чем в среднем два взятых человека на планете Земля живущих похожи друг на друга. То же самое справедливо для евреев, для людей, живущих в Исландии. В случае России здесь как бы кого только не было, и здесь все побывали, и поэтому сказать, что вот, например, есть гены, характерные для русского человека, это бессмысленно. То есть я понял, что вот для любой такой закрытой группы, ну, как японцы, изготавливать какие-то запасные органы проще, и не будет никаких отторжений. Ну, там с отторжениями будет гораздо меньше проблем, но это можно сделать только потому, что японцы гораздо менее отличаются друг от друга, чем в среднем от других людей. Ну, значит, против японцев можно изготовить генетическое оружие? В принципе, правильное утверждение. То есть, во-первых, непонятно, что такое генетическое оружие. Ну, почему? На самом-то деле. Все время такие слова говорят во всех... Это должно быть нечто, что должно избирательно действовать на только тех индивидуумов, у которых есть какой-то специфический набор опечаток в ДНК, которых опечаток нет у других людей, иначе это будет неизбирательное оружие. Про это можно думать, но как это сделать сейчас, непонятно. То есть, это просто миф, да? Это миф. Но что самое хорошее, против русских людей, их ничего не возьмет. А у них генетическое оружие... Бессмысленно создавать. Абсолютно. Нет никакого смысла. А лучший способ отвечать на генетическое оружие – это скрещиваться. Чаще. Разнообразие и с удовольствием. А скажите, а вот у американцев, у них такое же разнообразие, как у нас? Против них можно сделать генетическое оружие? Нет, бесполезно. Ну, представляете, это же нация иммигрантов. Там кого только нету. Ну да, вы же это знаете не понаслышке. Вы же в Америке работали, да? Да я и работаю. Скажите, а вот какая разница в организации научного процесса у нас, в России и в Америке? Ну, разница ровно в этом, в том, что там, вы говорите про работу, там работать тяжело, но удобно и продуктивно, а здесь работать очень тяжело, крайне неудобно и будет непродуктивно. А так, все остальное то же самое. И вы там участвовали в конкурсе для того, чтобы получить место работы и звание профессора, так я понимаю? Ну, я искал работу для того, чтобы... Было таких много мест, да? Я ездил в разные университеты в Соединенных Штатах, и другие люди искали, и вот кто-то нашел, а кто-то нет. А значит, вас не выбирали среди трехсот или пятисот претендентов? Обижаете, меня ровно выбирали среди трехсот или пятисот претендентов. И выбрали? И выбрали. И в результате вы получили возможность организовать свою лабораторию и получили финансирование, так? Ну, они мне дали там, я не знаю, около миллиона долларов, наверное, они мне дали. Неплохо. И в течение шести лет я должен работать, показать какие-то научные результаты, показать, что я умею обучать студентов, показать, что я могу приносить деньги университету, а потом университет или делает со мной постоянный контракт, или говорит, давай, до свидания. А это подтверждается только научными работами в журналах, да? А мы вообще ученые, поэтому вот как мы там прыгаем в высоту или там в теннис играем, это никого не волнует. Ну, вы получили эти гранты, и университет практически вернул эти деньги себе, которые он потратил на вас. Много раз. И он заинтересован теперь, чтобы у вас с ним был постоянный контракт, потому что вы оказались успешным бизнесменом практически, так? Ну, я успешный ученый, но для того, чтобы заниматься наукой, я должен приносить деньги. И часть этих денег идет университету. Скажите, ну, это возможно, чтобы вот какая-то калька с этой американской, очень такой отработанной и успешной системой была перенесена? Ну, вот я работаю в Сколковском институте науки и технологий, это попытка, да, взять ананас и пересадить его сюда. Безнадега какая-то. Да ладно, почему? Все прекрасно. Ну, например. Хорошая новость в том, что в России продолжают рождаться дети вообще, и некоторые из этих детей по абсолютно независимым от их родителей причинам, не знаю почему, решают заняться наукой, неважно какой наукой. И многие из этих детей могут это делать хорошо и замечательно. Собственно, в том же Скалтехе у нас есть масса очень талантливых детей. Я могу сказать наоборот, я могу сказать, что если при относительно ограниченных условиях, ну, возможностях наша страна производит большое количество талантливых людей в спорте или в музыке, или в науке, которые потом реализуют себя где-то еще, так этим же гордиться надо. К вопросу о русском геноме и еще прочее, значит, ну... То есть мы вородильный дом человечества. А разве это плохо? Система обучения Скалтеха стоит на трех китах. Технологическое образование, исследовательская работа и предпринимательские навыки. Чтобы учиться здесь, этим ребятам пришлось выдержать серьезный конкурс. На место претендовало более 10 человек. В Скалтехе создана современная исследовательская база. Здесь есть лаборатории по геномике, нефти и газу, робототехники, биомедицинская, лаборатория параллельного проектирования и так далее. Сам Северинов со своими сотрудниками изучает глобальное распространение микробов по планете. Скалтех считают самым удивительным вузом России. Почти все студенты участвуют в инновационных проектах и стартапах. Многие ноу-хау студентов получают призы на престижных международных конкурсах и почти сразу реализуются как бизнес-проекты. Итак, третью часть мы начнем, пожалуй, с окружающей среды. Как она влияет на человека? Вот сейчас она патогенна по отношению к нам или нет? Мы на этой планете не живем одни. Это хорошо. Жизнь прекрасна, разнообразна, множественна. И мы, живя здесь, на самом деле, постоянно взаимодействуем со средой как с физико-химической, но такой неживой, так и со всяческой живностью, которая здесь есть. В основном это живность такая микробная, микробиальная. Мы ее не видим, одноклеточная. И мы взаимодействуем с ними очень существенно. Вот на нашей коже огромное количество бактерий находится. У нас в носоглотке количество бактерий просто чудовищное. А в кишечнике у нас вообще просто зоопарк. А коровы, например, вообще не могли бы траву есть, если бы не те микробы, которые живут в их многочисленных желудках. И все это делают бактерии внутри них и внутри нас тоже. Но вот когда мы начали применять антибиотики, особенно в сельском хозяйстве, то у патогенных бактерий возникла к ним устойчивость. И сейчас эти антибиотики, говорят, на них не действуют. Это так или нет? Ну, это безусловно так. То есть количество бактерий, устойчивых к антибиотикам, увеличилось в результате широкого использования антибиотиков в клинической медицине, прежде всего, а затем в сельском хозяйстве. Ну и что, это теперь значит, эти антибиотики нам не будут помогать? Ну, будут меньше помогать, чем раньше. Мы к ним привыкли или что? К бактерии привыкли. Но антибиотик – это вещество, выделяемое, как правило, другой бактерией. Это химические вещества, которые бактерии используют для общения друг с другом, а мы используем их, принимая внутрь, для того, чтобы подавить развитие каких-то бактериальных инфекций. Вот есть люди, которые боятся антибиотиков как огня и не принимают их никогда, а есть такие, которые их пьют и даже без предписания врачей. Их стоит бояться, этих антибиотиков? И они действительно вредны или они, наоборот, полезны? Я переформулировал вопрос, каких из этих двух типов людей нужно бояться больше? Нет, люди, которые не принимают антибиотики, они вредят в лучшем случае самим себе. Те люди, которые принимают антибиотики в больших количествах и, скажем так, без рецепта врача, до некоторой степени эти люди также ухудшают жизнь для всех нас, потому что они могут стать источником микробов с высоким уровнем устойчивости к самым разным антибиотикам. Слушайте, а не будет вот так в ближайшее время, что мы не успеем создать новые антибиотики, и начнутся большие всепланетарные эпидемии, как это было в 19-м веке, в 18-м? Нет, такое может быть вполне. В нашем тысячелетии были процессы, вызванные эпидемией, вызванные бактериями, в результате которых большое количество людей умирало. Ну, там, какая-нибудь моровые поветрия в Европе приводили иногда к тому, что там, не знаю, 10-20% населения погибало. Это правда. Потому что люди разные, именно поэтому одни из них более устойчивы к бактериям, чем другие. Именно причины, наше разнообразие, это есть один из способов бороться с тем, что вокруг нас есть масса бактерий и прочей всякой живности, которые могут, имеют право рассматривать нас как кусок мяса, на котором можно жить. Ну, имеют право. А новые вирусы, они вот откуда появляются? Вдруг возник вирус Эболы, до этого иммунодефицита. Это всякие страшилки такие. Все эти новые вирусы, они, конечно же, не новые. Абсолютно точно понятно, что они возникли из каких-то других вирусов, которые существовали раньше. Вот. Другой вопрос, что изменения, ну, в частности, увеличение количества людей, изменение стиля жизни людей и так далее, приводит к тому, что мы начинаем контактировать с какими-то вирусами, которые раньше нам не встречались. Обычное дело. То есть бактерии нас атакуют и побеждают? Да никто никого не атакует. Они здесь просто живут все. В общем и целом, большинство из нас имеет огромное количество на поверхности нашей кожи или внутри себя бактерий, включая патогенных бактерий. Просто инфекция никогда не развивается. Вот. Потому что у нас есть, Господом Богом, или эволюция, данная нам иммунная система, которая работает просто отлично. Да. Другой вопрос, что вот все хотят увеличить продолжительность жизни. Но надо понимать, на что мы, чего мы все хотим получить. Если у нас длинный срок жизни нам положен, то надо понимать, что большую часть жизни мы будем, в общем-то, находиться в состоянии такой физиологической старости с пониженным иммунитетом и с повышенной вероятностью получения какой-то бактериальной инфекции. И к этому надо быть готовым. Другой вариант, что если в 19 веке, благодаря отсутствию медицины, подавляющее большинство детей умирало в раннем возрасте, вы считаете, что это отбор? Считаете, что таким образом отбирались и выживали, а следовательно размножались лишь самые приспособленные? Теперь этого не происходит. Да, теперь спасает всех. Ну, и это замечательно. Вот. Другой вопрос, что один из... Ну, это не самый хороший, но никто не сказал, что неправильный способ смотреть на это. Как следствие, в системе, ну, в нашем генофонде, оказывается большое количество аллелей, комбинаций генов, опечаток, назовите как хотите, но которых, в общем-то, здесь быть не должно было. Это, в свою очередь, опять же, может приводить к тому, что возникают люди, которые, ну, что ли, более чувствительны к микробам. Ну, за все нужно платить. Скажите, ну, вот, значит, у нас есть вирусы, бактерии... Больше никого нет. А микробы? Микробы – это просто маленькие, маленький одноклеточный организм. Это клетки. Они для нас вредны? Это наши враги? Какой у них режим сосуществования с нами? Им до нас в общем смысле просто абсолютно наплевать. Потому что большую часть времени на планете жили микробы. В общем, это их планета вполне себе. Вот идея, что мы здесь такие все хорошие, а вокруг ходят злые микробы, знаете, на рекламах рисуют. Обычно средства для чистки унитазов. Кто-то такой с зубами, который сейчас придет и съест. А ты его, значит, победишь, и будет у тебя счастливая жизнь. Ну, это просто полная ерунда, опять же, просто потому, что на большинстве поверхностях нашего тела просто существует много микробов, которые нас защищают. Вот, возможно, других микробов. Ну, тогда вот такой вопрос. Мы что, микробиомы, да? Нет, микробиомы – это не мы. Микробиом – это тот комплекс микробов, который живет на поверхности нашего тела или внутри нас. И он в значительной степени, как выясняется сейчас, определяет многие наши свойства. Ну, очевидные совершенно свойства типа способности усваивать пищу. То, что многих интересует, например, избыточный вес, как выясняется, часто определяется по видимому составу тех микробов, которые у вас живут. Грубо говоря, кого вы кормите? Микробов или... Стоп, стоп, стоп. Это поподробнее. Еще раз. Как избавиться от лишнего веса? Надо выгнать микробов каких-то неправильных? Ну, самый простой способ – это пересадить кал себе от тощего человека. То, скорее всего, сработает. Ну, на какое-то время. Это как? Ну, ровно так. А как можно пересадить то, что вы сказали? Ну, или как бы то, как вы подумали, или второй вариант – можно взять его и облагородить, сделать из этого пилюлю какую-то, и потом подсластить сиропчик, положить туда. Можно и так сделать, да. И что, это сработает? Ну, на самом-то деле, на мышах это работает прекрасно. То есть, у толстых и худых людей разные микробы, что ли? Ну, конечно, да. Почему, думаете, в одном случае пища лучше усваивается, а в другом – хуже? А тогда скажите, в каких-то еще заболеваниях виноваты наши внутренние микробы? Многие говорят, что есть тараканы в голове, да. Выясняется. И сейчас, в общем-то, по-видимому, довольно хорошая доказательная база, которая говорит о том, что есть корреляции между составом микробиома кишечника и какими-то удивительными болезнями типа шизофрении. А почему? Ну, почему? Ну, они же там живут внутри вас, выделяют всякую всячину. Это всячина попадает в кровоток, а потом каким-то образом может влиять на самые разные аспекты вашего поведения. То есть наша борьба с микробами, которая вот в средствах массовой информации ведется, там, грязные руки и все остальное, это полная ерунда выходит? Борьба с микробами, понимаемая как способ их всех изничтожить и жить потом счастливо и долго, это, конечно же, просто ерунда. Это неразрешимая задача, она неправильная задача, опять же, потому что человек, свободный от микробов, не будет жить. Я был на какой-то замечательной совершенно телевизионной передаче, туда привели какую-то специальную такую красивую девушку, она была очень красивая, она должна была блондинку играть, она так и сыграла. Значит, мы обсуждали с ней микробов, и я ей грешным делом сказал, что в частности есть совершенно нормальная микробиальная флора во влагалище, она необходима. Вот вы должны были посмотреть на ее выражение лица, она сказала, что и у меня, она не верила в это. То есть с этим надо смириться или, наоборот, бороться? Мы эволюционировали, мы как вид, мы созданы для них, а они для нас. Они на нас живут, они друг другу, они нам нужны. Скажите, а старость – это болезнь или нет? Старость присуща жизни просто потому, что необходима смена поколений. Каждое поколение, вы, опять же, считаете, что играется в рулетку какую-то или в покер генетический, да? Поколения возникают для того, чтобы родители могли обменяться генами, и возникли новые варианты. Наши дети – это новые варианты на одну и ту же тему. С точки зрения генетики и биологии выиграет не тот, кто заработал 10 миллиардов или построил себе дворец, а тот, кто больше детей родил. А тот, кто передал свои гены в поколениях, да? Это реальный критерий успеха. Вот. Но потом условия меняются, они же меняются, действительно. Кто-то другой должен играть. То есть… А для того, чтобы кто-то другой играл, нужно место освободить. А если мне это не нравится? А если я хочу жить, несмотря на то, что я должен освободить это место? Я что, должен смириться с этим? Или все-таки попробовать вылечить это состояние старости? Ну, до недавних пор, это же известная история про Хаджуна Средина, да, видите, там, кто там умер первый. Вот. Поэтому пока что неизвестно ни одного человека, который не умер. Вот. Действительно, в ходе 20 века продолжительность жизни в значительной степени увеличилась. Но она не превысила некий биологический предел. То есть люди, которые живут по 100 лет, были известны и раньше. Другой вопрос, что просто стало гораздо больше людей, которые доживают до этого естественного предела, и связано это с улучшением общих условий санитарии, питания и так далее и тому подобное. То есть вы говорите о том, что вылечить старость нельзя, и средств никаких нет, чтобы оттянуть, чтобы увеличить срок, чтобы это было 120, 150, 200 лет, нет? Только человек накапливает огромное количество возможностей думать, мыслить, чувствовать и все остальное, и в этот момент тело отказывает. Ну, как это? Это несправедливо. Да. Ну, я не знаю. Вот ситуация скорее обратная. То есть все-таки болезнь Альцгеймера – это существенно серьезная болезнь, связанная со старением популяции. Раньше ее было как бы меньше. Там у вас мозги-то отказывают как раз, и весь ваш опыт теряется, а тело еще работает. То есть… Конкретно у меня нет. А я на вас смотрю, потому что мы разговаривали. А почему разные люди стареют по-разному? Потому что почему разные люди имеют разный рост, разный вес, разный цвет волос и глаз. Потому что мы все варианты нормы. Вот есть некая условная норма геном человека, и мы все набор отклонений. Старость в этом смысле очень сложная вещь, потому что так же, как и рак. Потому что нету одной старости. По-видимому, есть масса причин, из-за которых мы стареем. И тут все становится сложным. То же самое с раком. Кстати, большинство студентов сегодня, наверное, мечтает, как и вы когда-то, о работе в ведущих западных лабораториях. Это правильно вкладывать ум, знания, чувства, деньги, наконец, в тех, кто все равно отсюда уедет? Большинство студентов или ученых мечтает работать не в западных лабораториях, а в хороших лабораториях, потому что пока вы, поскольку я этого не смогу сделать, не решили проблему старения и всего остального, жизнь у нас одна, и она и так короткая. А хочется, вы же сами говорите, хочется много чего сделать. Ученые, они, это чисто как финансовый капитал. Деньги же все время перетекают туда, где лучшие условия. Люди хотят просто работать. Вот. А вопрос тот, который вы задаете по поводу того, что правильно или нет, то его нужно, по-моему, совершенно с головы или с головы на ноги поставить. Правильный вопрос в том, стоит ли образовывать людей, чтобы потом оставлять их в заведомо проигрышной ситуации, где они не могут себя реализовать. Вам нужны эти опять истории про интеллигентские кухни и пьяниц, которые там в 40 лет умирают от инфаркта. Вам это от этого кому-то лучше будет? Нет, я просто думаю, что надо изменить, чтобы эти ребята, вот как вы сказали, встав на ноги, получили здесь все возможности. Это вопрос очень прост. И, по-моему, это сложно, но, наверное, проще, чем решить проблему бессмертия. А именно нужно, чтобы условия для профессиональной работы здесь, в какой бы области, о какой бы области мы ни говорили, были бы не хуже, чем условия работы в тех центрах, куда стремятся эти молодые люди. Нельзя винить людей за то, что они хотят делать свое любимое дело там, где это делать лучше. Хорошо. Ну, тогда ваш прогноз на будущее. На что мы с вами можем надеяться? Я думаю, что какие-то очень существенные подвижки в лечении некоторых геномных болезней с использованием методов геномного редактирования, безусловно, будут. И это то, про что действительно еще 5 лет назад нельзя было даже и помыслить. Вот. Но именно потому, что 5 лет назад мы не могли даже подумать о тех возможностях, которые появились сейчас, думать на 10 лет в нашей науке бессмысленно. Мы сейчас с вами говорим, а кто-то где-то в лаборатории не обязательно западный, не обязательно хороший сидит и что-то там корпит над чем-то, над инфузорией какой-нибудь. А потом так бац, и вот там вот оно, вышло что-то. И открываются совершенно новые возможности. Прелесть в том, что прогресс постоянно происходит, но он не направлен, а идет в самых разных областях. Там, где вы его меньше всего ожидаете, может быть прорыв. Поэтому в течение 10 лет с генным редактированием – да, с раком нет, с антибиотиками еще нет, потому что кризис устойчивых к антибиотикам бактерий еще не будет через 10 лет очень существенным. И это все? Это все, это вот так много. Константин Северинов родился в 1967 году в Ленинграде. Отец и мать были физиками. Детство провел в Таллине. Там же закончил школу с золотой медалью. Далее поступил на биофакт МГУ, который закончил с красным дипломом. Особым качеством, которое ему помогает добиваться успеха, Константин считает живой интерес к тому, что его окружает. Он не пропускает ни одной интересной возможности и реализует каждый стоящий случай на своем пути. Константин – отец троих детей. Предпочитает неформальный стиль одежды, интересуется живописью, играет на блюзовой гитаре.